Об отправке эсминца в российские территориальные воды принял лично премьер-министр Борис Джонсон. Такую версию публикует английское издание «Телеграф», ссылаясь на источники в правительстве. Газета пишет, что на проведении этой акции настаивал глава Министерства обороны Бен Уоллес. Против выступал министр иностранных дел Доминик Рааб, в подчинении которого находится британская разведка. Начальник британского генерального штаба сегодня признал, что инцидент с эсминцем мог создать риск необоснованной эскалации. По всей видимости, в Лондоне детально изучили видеозапись, опубликованную Федеральной службой безопасности России. Она позволяет полностью восстановить картину событий. Измените ваш курс, чтобы нам не пришлось открывать огонь. На съемках можно разглядеть не только британский эсминец «Дефендер», но и работу находившегося на его борту корреспондента BBC. На записи ФСБ слышно, как пограничники несколько раз предельно корректно просят нарушителя покинуть территориальные воды России. Пожалуйста, измените ваш курс. Воздержитесь от пересечения границы. Я буду стрелять. Я буду стрелять. Не пересекайте границу. Вы меня понимаете? Судя по ответам «Дефендера», британец просто тянул время. Ваши действия непрофессиональны и угрожают обоим нашим судам. Вы угрожаете нам? В результате российский пограничный корабль был вынужден открыть предупредительный огонь. Опять же, были приняты все необходимые меры, чтобы избежать попадания в эсминец. Выполнить предупредительную стрельбу. Исключить попадание в «Дефендер». Огонь! Через несколько минут бомбардировщик Су-24М сбросил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения британского боевого корабля. После чего эсминец вышел в международные воды. 23 минуты «Дефендер» вышел из территориальных вод. Накануне в Лондоне весь день путались в заявлениях, начав с того, что никакого инцидента не было. Но в итоге премьер-министр Джонсон признал, что «Дефендер» действовал преднамеренно. Отношения России и Великобритании находятся в исторически низшей точке? Я так не думаю. Я помню времена в своей жизни, когда дела у наших стран были намного хуже. Все, что мы делаем, это придерживаемся буквы закона. С законностью у этой акции большие проблемы. Так считает бывший британский дипломат и посол в Узбекистане Крэг Мюррей. С какой целью, это важно отметить, они намеренно ввели в эти территориальные воды военное судно с журналистами? И, кстати сказать, в Конвенции ООН по морскому праву отдельно сказано о недопустимости подобных действий. К скандалу вокруг британского эсминца подключились США. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что инцидента не было. Что ж, я прошу вас вспомнить, что вчера заявило Министерство обороны Великобритании. Я думаю, им виднее. Они были весьма открыты и заявили о том, что не было произведено никаких предупредительных выстрелов в сторону эсминца. Это была просто российская дезинформация. На заявление Кирби тут же отреагировало посольство России в Вашингтоне. Слова дипломатов дополнил представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков. Эпическая фиаско провокации британского эсминца Дефандер в Черном море надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил. Поэтому неудивительные судорожные попытки официального Лондона и пресекторя Пентагона Джона Кирби, даже после публикации России видеозаписей, предупредительной стрельбы и прямых свидетельств экипажа эсминца, отрицать очевидное, называя все дезинформацией. Находившиеся на борту эсминца британские журналисты рассказали, что уже после этого инцидента командир корабля огласил сообщение королевы Елизаветы II, которая пожелала экипажу всех благ и безопасного путешествия. Какие бы цели ни ставили перед собой организаторы этой акции, британские моряки на своем собственном опыте убедились в том, что опасно приближаться к российским берегам, если, конечно, на это нет особого приглашения.